В завершении этой недели акции продолжают колебаться. Инвесторы руководствуются превысившим ожидания отчетом о занятости, согласно которому в прошлом месяце было создано 178 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы сократился до отметки 4,6%, соответственно, также оправдав ожидания. Сегодня доллар США играет на понижение. Курс евро и доллар США вырос на 0,11% и составил 1,672 пункта. Пара фунта и доллара выше на 0,68% и является 1,2677 пунктов. Аналитики обращают внимание на соотношение доллара и иена. Сохраняются тенденции понижения. До тех пор поколение сопротивления будет находиться на уровне 114,2 пунктов. Можно ожидать колебаний курса валют с дальнейшим снижением. Краткосрочные позиции будут ниже этого значения с отметками 112,85 пунктов и 112,5 пунктов. Драгоценные металлы по-прежнему остаются под давлением. Несмотря на то, что золото укрепилось выше своей низшей отметки от 5 февраля, его стоимость все еще находится под давлением ниже линии сопротивления на уровне 1,182 долларов. Краткосрочные позиции будут ниже линии сопротивления со значениями 1155 и 1148 долларов. Тем не менее, цена серебра выросла на 1,85%. Труйская унция металла составляет 16,8 долларов. С вами была Евгения Мангуби, специальная Традион Сентрал Веб-ТВ.